Дорогие друзья, сегодняшнее прекрасное утро, мы летим с вами в торговый центр, Марку надо снова-таки купить шорты уже в другой торговый центр. Я без понятия открыт ли он, в интернете пишут, что открылся 2 дня назад, в гугл карты пишут, что закрыт и непонятно кому верить. Тем не менее, сейчас посмотрим, а потом все же мы хотим добить этот вопрос. Мы с Марком хотим поехать в автосалон, который был закрыт вчера, из-за того, что был всеамериканский праздник Memorial Day. Сегодня же автосалон открыт, поэтому мы можем поехать посмотреть машину, потому что никто из нас, вы увидите чуть позже, естественно, машину один из вариантов, то есть я не на 100% говорю, что я его буду брать. Никто из нас прям вблизи только на дороге эту машину не видел, никто из нас внутри не сидел, и интересно посмотреть, так же ли она классна, как на картинках. Так, где-то здесь наш Марк. Марк сказал, что стоит возле Томми Хилфидера. Люди есть, есть шанс того, что тут все открыто. Хотя нет, я ошибся, людей нету, может и единичные магазины открыты. А, ну вон, есть какие-то. Надо сначала определить, где Томми Хилфидер. Здравствуйте, ты хочешь сказать, что тут хоть что-то открыто? Нет, братан, я уже все обошел, все закрыто. Все закрыто? Открыто, короче, эти, знаешь, вот тут прям паленые духи. Все. Поехали машину смотреть в автосалон. Я могу свою тут скинуть. Ну, оставляй как хочешь. И что, Марк, едем смотреть? Можешь уже оврить подписчикам какую машину едем смотреть. Все. Ну вот, сейчас мы же ее покажем. А, Джулия? Джулия. Квадрофоглио? Мы едем с Квадрофоглио? Нет, у них обычная. Ну как овощная? Самая овощная едет что-то 4.9 до 100. Это как 335-ая, это быстрее, чем тройка, которая у меня была. Кстати, подписчики как отреагировали? Ну, некоторые писали, некоторые говорят, купи Мерседес, все дела. Кстати, я же говорю, я не исключаю, это не факт того, что я купляю Формел. Это, знаешь, вообще раз у меня есть два лагеря. Очень классно. Не знаю, просто Ешку я думал 14, 15, 16 года. Но ты видел какой там салон? Там древний салон, такой себе. Перрари слева. И вот я думаю, новые красивые салоны в Ешках, Еш-Ешку вообще. У меня появилась идея, подожди, давай с ним за десятку сторгуемся и ты эту заберешь. Вот эту заберу за десятку. Это 4.5.8 Италия, она где-то сотку стоит. Вот, они идут с новыми, знаешь, с красивым салоном с 17-18 года. И стартуют примерно где-то 30-40 тысяч. А это уже дохера немножечко. А ты безработный. А я безработный. И я безработный. Ну мы блогеры такие. Ну да. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, мы его сейчас сделаем. Где? Блин, ускорился. Я газ в пол жму, мы 40 едем. Вернулись вон, это Айн-Энза, да? Ну вы напротив? Смотри, у них открыто все, открыто. Ну вон, открыта площадка, я думаю, ты захочешь со стороны площадки. Если что, хотя бы хоть что-то посмотрим. Прикол, они сразу здесь. Кстати, это, по-моему, базовые диски, самые дешевые типа. Ты видишь? У них, короче, в стандарте очень много классных идет. Вон, Q4, это полноприводная джулия. Вот практически идентичная, которую буду брать я. Тебе не нравится спереди? Не, не нравится. Но она на любителя. Мне вообще нравится спереди. Красота. Ты посмотри, какая красивая. Ну, по-моему, это треугольник, но он ни туда, ни сюда. Треугольник это фирменный, это вот как ноздри у BMW. Не, ну ноздри у BMW выглядит прикольно, а треугольник нет. Не, мне нравится треугольник. Единственное, что меня смущает, это то, что фары выглядят немного как у бога. Хотя и LED, и все, и оптика, понял? И лазерная, по-моему, есть. Фары выглядят как вот обычные немного. Но тем не менее, сама она мне нравится. И по размерам классная. В салоне классная. Прям пушка, ты посмотри. Тегане делали такие лапки большие. Какие? Лепестки? Ну, типа от Феррари. Вот сзади вообще не к чему придраться, красивая. Я уже увидел несколько моментов, по которым могу определить, что она была бита. Там есть немного задний бампер не сходится, не факт, не факт. Это одно, там есть еще где немного именно бампер. Ты посмотри, руль с кнопкой это вообще пушка. Да и вообще экран, ну посмотри, современная классная машина. Перфорированная кожа, все, что тебе нужно. Не, ну классная, классная, ну ты согласись. Их играется не так уж и много, к сожалению. Хуже всего она выглядит в белом, поэтому желательно не белый. Братан, ты живешь в Калифорнии, бери белую. Белая при отталке. У них есть очень красивый красный, но он очень редкий. Мне в принципе... Типа как М3? Да, М3. Мне в целом не принципиально касаемо цвета, можно даже такой серый. Но если желательно, или красный, или коричневый салон. Нужна экзотика. Не, белый салон не хочу, джинсы, вот это все затирается. А, ну у меня был BMW. Я бы взял, допустим, такой цвет и коричневый салон. Ну или красный. Но там, по-моему, играется черный на черном. Это, как знаешь, у S-класса ставят вот этот набалдашник здесь. А, да. Адаптивный круиз, только здесь не как бы адаптивный круиз, так как они начали его выпускать вообще с 17-го года. Они уже все спроектировали. Она сама паркуется, она сама в линиях ездит. Ну, короче, полуавтопилот, скажем так. Что самое главное, тут практически ни за что доплачивать не нужно. Вот этот прикол. У них боковые поддержки, спинка ломающаяся, массаж, вентиляция, все идет в стоке. И адаптивный круиз, вот если у меня в BMW адаптивная эта опция была, то здесь нет. Сейчас дадут ключи, посмотрим, да? А, потому что кто договорился? Да мне в целом не принципиально было. Да, симпатично. Не, куда нажать? Я думаю, он не разрешит, но экран прям пушка. Не, классно, классно, братан. Нравится. Кожа чувствуется натуральная. Спортивная. Что, тебе понравилось? В салоне она огонь. В салоне огонь. Ты видел и руль, руль прям спортивный, спортивный, с кнопочкой вот здесь. Экран, ты видел? Прям экран, как я люблю, чтобы был экран, экран. Это тема для дома, для гаража, видел? Она встроена прям сюда. Нет, салон классный, торпеда классный. И что самое главное, они надежные, надежные, потому что это вот флагман Альфа Ромео за последнее время, потому что они долго было затишье. И чтобы снова заявиться на рынок, им нужно было представить какую-то пушку, которая будет спортивная, которая может конкурировать с тройками, с четверками, с пятерками и в то же время не должна ломаться. И люди ездят на них ого-го просто. И все пишут, что кроме замены масла, колодок и всего прочего, практически ничего не ломается. То есть реально сделали их надежными. Поехали, ты меня заберешь, я маме отвезу машину. Но это вот минус, когда нет своей машины. Вы вынуждены под всех подстраиваться. Я на BMW сколько? За два месяца больше 4000 миль наездил. То есть 6000 километров за два месяца. Мне просто нельзя покупать машину надолго, потому что мне кажется за год. Я накатаю столько, сколько людей за пять наезжают. Потому что туда-сюда, обратно постоянно куда-то ездим, понимаешь ли? Вон машина едет, вылазь быстрее. Я сейчас открыт к предложениям. Предлагаете, какую машину можно купить. Только что-то не слишком заоблачное, типа М5 или так далее. И естественно они стоят практически как дом. Едем на пляж, да? Вот. Скинули машину и едем на пляж. Молодые люди. Поехали в тенек. И что ты хочешь сказать, плавать собрался? Не верю я тебе. У нас песок. Сейчас смотрим на место, потому что даже несмотря на то, что здесь парковка стоит 12 долларов, куча самых лучших мест занят и в теньке, и везде. Остается только лежать на солнце. А у нас Фролово обгорает супер легко, да? Поэтому нам нужен тенек. И ты утверждаешь, что ты умеешь плавать, да? Хочется верить, но верится с трудом. Еще в поиске парковки. Короче, смотрим. Все ездят по парковкам. Здесь их несколько уровней. Грязно здесь, конечно, капец. Именно в этой части, где есть хоть какие-то свободные места, где прям песочные пляжи и красота водичка, там, конечно, один на одном лежат. Ты какой-то уставший уже. Плюс 40, плюс 45. Нормально, да? И как тебе водичка? Огонь вообще. Смотри, как все на гидроциклах катаются весело. Нормальная тема. Только людей много. Прикиньте, если здесь за 12 долларов парковка, столько людей, ну вот реально, море, море, море. И негде встать. То сколько на обычном публичном пляже. И шо, мы поплавали два раза. Ну а да, все еще прекрасно, да? Полностью с тобой согласен. Раз подкинули к Марка машине. Теперь Марк отъедет на свои бизнес-встречи, как обычно. А я домой возьму машину, чтобы меня вечером никто не подвозил. По родным полям, по родным краям. На скейте раньше здесь гасал. Походу, я скоро вернусь. А че? Пока машину не эта. В какой-то момент, я думаю, все машины будут заняты. И мне придется куда-то на скейте пилить. Понимаешь ли? Кто-то тебя заберет даже я. Ну посмотрим, посмотрим. Заехал, забрал Тойоту. Короче, с Альфа-Ромео еще такой прикол. Половина говорит, что она спереди уродливая. Половина говорит, что она очень красива. Но в целом машину я покупаю себе. Мне Альфа нравится. Мы одну Альфа-Ромео пытались сыграть перед тем, как купили Мустанг под проект. Все отзывы владельцев, которые я нашел, все положительные. В случае, как с каким-то Мерседесом или БМВ, по-любому найдется тот, кто скажет, что у него лег мотор на 20 тысячах пробега. С Джулией, я не знаю, я, наверное, 100-200 разных обзоров прочитал. Все говорят, как она рулится. Все говорят, какой классный салон. Все говорят, что индивидуально на все 100 экзотика, все дела. Поэтому, собственно говоря, я к ней склоняюсь. Мы вот на тебя, но только ты. Я, собственно говоря, к блинчику сюда, скорее всего, и Марк подтянется чуть позже. А вот, собственно говоря, и блинчик идет. А машина-то закрыта. А Марк, походу, потерял телефон, потому что не может найти, верно? Скорее всего, оставил просто у себя в машине. Давай не будем. В общем-то, раз, два, и погнали по домам. Пошелый молодой человек. Привет! Как жизнь молодая? И что ты расскажешь? Скрестим шпаги? Скрестим шпаги. Индейская тема. Подтянется Дима. Дима вроде Марка забрал. Вот. И поедем плавать, да? Ну вот, как бы плавать вот уже. А вон. Приехали уже, ждем кого? Марка? Чего? Диму? Чего? Да. Чего? Они вот это приехали, опоздали. Как обычно, не может не опоздать, да? Братан, ты выглядишь как шляпа в этой шляпе. Не можешь не опоздать, да? Я, я, что? Я не... Конечно. Живописно, живописно. Марк, и снова мы здесь, и снова без джетски. Ага. Поплыли. И что, мы пошли плавать? Да. Погнали. Слушайте, хорошо. Нужно джетски покупать. Вода, огонь. Красота. Плывете и наслаждаетесь, потому что сейчас плюс 40, вода прогревается до 25-30 точно, да? Ну, где-то до... И поплыли. Вот заходишь уже, если не чувствуешь зна, все уже, холодно. Из-за того, что сегодня среда, людей не так много, классно. Он маркивает все тапки, Никита забрал его тапки и заныкал. Заехали домой, забрал машину и со спокойной душой едем мы сегодня в кино, которое вы смотрите на машинах. Так что, вот такие вот дела. Говоря, Марк, подъезжаем в кино. Я, кстати, не знаю, на какое мы идем. А, мы здесь вот. Ага. С тех пор не знаю, на какое мы кино идем. В этом-то и интересное дело. Частоту, и вам нужно настраивать, вот в нашем случае, 95,7. Смотрите, там уже трейлер. Отлично. Настроили. Вспомнил Марка, вот и он. И фильм слишком темно, чтобы какие-то фрагменты снимать. Вот, но в целом классно. И людей много, они его вот относительно недавно открыли. И все равно пока что действует лимит. Типа машину через машину можно парковаться. Не на все места, коронавирус, все дела. Но они уже сейчас смягчают все правила. Завез блинчика, еду домой. И заезжаю домой. Я надеюсь, вам понравился этот влог. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.